Теперь мы в стране США и, на удивление, очередь не заняла больше 10 минут. Ну, плюс еще прохождение по большому коридору. Но в этот раз очередь никаких двух часов ожиданий, как до этого я читал. Мы читали на сайтах, в форумах и так далее. Два-три часа, это фантастика. Здесь никаких таких длительных ожиданий не было. Но заняло всего 10 минут. На границе спросили, что везете. Я сказал, пончо, еще раз пончо. Алкоголя нет. Все. Дальше последовало... Апрель. А? Апрель. Апрель месяц, да, возможно, не сезон. Также последовало коммент. Русский? Ну, понятно, что русский. Все. Дальше нас пропустили. Вот. Коренных мексиканцев здесь тормозят. И обыскивают. Да. Вот. Обыскивают. Нас просто пропустили. Все. Без разговоров. Теперь мы ищем трамвай, чтобы поехать обратно в даунтаун. Пока не вижу, где трамвай. Пойдет спрашивать. Давай, подожди, я спрашиваю у кого-нибудь. Так, ну троллейбус там. Идем к троллейбусу. Ну, точнее, он трамвай. А у них тролли, называется они. Ну, короче, тролль на колесах. Вот. Теперь мы знаем, что вот эти вышки, это высотные многоэтажки, это Тихуана. Вот флаг мексиканский видно отсюда. Тоже орел. Профиль. Удушающий змею. Американцев, значит. Не знаю, нет. У американцев тоже орел на гербе. Или на гербу. На гербах. Кажется, пора повторять не английский, а русский язык. Да, видно отсюда трамвайчик. Вон он, красненький вдалеке. Нет, да, вот он проскачивался у вас. Долго тут идти до трамвая. Ну, вот и личность там сами с собой говорящие. Это сразу видно, что в Америку попал. Да, в Мексике я таких не видел, чтобы они сами с собой говорили. Там, кстати, нету вот этих полусумасшедших людей, да? Да, я там таких не видел. А они какие-то гармоничные. Да, есть больные, есть нищие, но не в своем уме таких я не видел. В Америке таких очень много. В Америке, да. На улицах. Человек идет, сам с собой говорит, кричит, сам пляшет, сам смеется, сам дерется с чем-то. Кричает себе, да. У меня мексиканцев на это время, наверное, нету ни сил, ни душевных, ни физических. Они заняты добыванием денег. Они более гармоничные, и они любят пожить больше, чем американцы. Мне кажется, им есть нечего, поэтому уж тут пожить, не пожить, уже не об этом. Так, где у нас тролли? Тролли, тролли, тролли. Ти берем, нахи все. Ти берем, нахи все. Ти берем, нахи все. Ти берем, нахи все. время года и в это время суток ничего криминал никакого мы не видели обычные люди которые пытаются что-то продать получить какую-то прибыль ну не знаю гостеприимные наверно взять два раза деньги с одного и того же случае когда у нас хотели взять деньги с одного и того же за одну покупку а потом еще раз что мог еще что-нибудь эти очень суровый коренной индеец попался в виде продавца то есть и он являлся этим самым продавцом очень он был недоволен нужно искать маки всех сразу размеров ссс л и прочее и всех рассветок и всех мастей вот так мы идем по немного пересекаем хайвей вот там башенки вот церковь видно отсюда куда мы заходили на самом деле может было вверх еще подняться города или например двинулся в сторону окраина туда ближе к океану на правом можно было повернуть все сейчас мы пересекаем мост и дальше должна быть остановка трамвая и поем обратно да еще хочу прокомментировать что очереди автомобильные тоже не было супер-пупер высокой длинной точнее мы не считали сколько автомобилей но такое ощущение что не такая большая была очередь вот это сейчас покажи справа это заезд я так понимаю на границу со стороны сша в мексике вот а направо как раз возвращение в сша вот показывает указатель короче не знаю сколько здесь машин куда и сколько сюда ну ясно что не какой-то сумасшедшее количество потому что поток идет с промежутками все идем к торговому центру это сан и сидра называется местность со стороны сша это станция сан и сидра небольшой перевалочный пункт здесь какие-то маки макдональд да стоянки отель небольшой мотель стоянки все раз закусочные так далее так далее всего понемножку на что перед границей отдохнуть так это вот в очередь стоит машина на выехав все уже из мексики печати до паспорте ставили посмотрели это на обратном пути не ставили а туда на поставили туда на поставили печати мексиканцы на зелененькая красивая зелененькая печать и выдали нам бумажки когда мы в мексику ехали обратно эти бумажки и общем-то вернули нам они в кармане лежат не нужны никому никакие декларации ничем и не заполняли на пончо на пончо да не декларировали мне понравилось как ты сказал ответил на вопрос что вы везете пончо энд пончо и